Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаю работу в прямом эфире. Известный экономист Евгения Зайцева у нас в студии. С Новым Годом вас. Спасибо. С Новым Годом всех слушателей также. Да, ну вот первые дни Нового Года это как раз повод заглянуть, чуть-чуть отмотать пленку назад, посмотреть, что было в году прошедшем, чтобы сделать выводы и предположить вообще, сделать такой анализ, что нас ждет в году следующем. Но вот даже в новогоднюю ночь господин Каринч вещал о том, что вот затеянный им ремонт финансового сектора победно продолжается. И он рад этому событию. Ну, я так понимаю, что не для всех это радостно, так как для премьера и на самом деле перед банками стали очень серьезные проблемы, а в связи с этим перед многими предпринимателями, у которых закрывали счета, у которых сложности открыть счет. Я сейчас не говорю про нерезидентов даже, сейчас мы говорим даже о представителях или о латвийских резидентах. Ну, это да. Дело в том, что господин Каринч, ему нужно чем-то гордиться, да, с позицией, может быть, такого глобального взгляда на государство, которое искореняет коррупцию, искореняет возможности терроризма, участия в серых схемах, отмывки денег и так далее. Это, конечно, позитивно, что Латвия с этим борется. Вопрос, каков результат будет для экономики. Результат для экономики, к сожалению, будет печальный. Почему? Потому что мы подрубили финансовый сектор, который у нас был, потому что наши банки, которые специализируются на инвестиционных проектах, то есть привлекали деньги вкладчиков и зарабатывали на финансовом рынке, они, по сути дела, работали на благо страны в виде уплаты налогов. Таким образом, здесь как бы подрублен частично сок, и налоговые поступления сократились. Плюс сократились, естественно, рабочие места с достаточно высоким уровнем оплаты. Это как бы одна часть. С другой стороны, под этой маркой очищение страны, как одной из главных задач, о которых провещал и новый президент Банка Латвии и так далее, это, к сожалению, я называю охотой на ведьм. Это у нас мистическая борьба с терроризмом внутри страны, борьбой с теневой экономикой, отмывкой денег и так далее. Под этой маркой, вот как правильно ты сказал, банки сделали достаточно серьёзный наезд на местный бизнес. И многие предприниматели пострадали, когда им отказывались принимать платежи в банках для их партнёров, или даже рекомендовали закрыть счета. То есть с этим мы столкнулись, и это очень-очень плохая тенденция. С этим столкнулись и некоторые физические лица, их тоже предупреждали, что мы больше вам не хотим держать счёт в Латвии. И если у человека нет счёта в банке, если у предприятия нет счёта в банке, то это, в банке в Латвии я имею в виду, то это очень плохая вещь информация. По сути дела, этот бизнес надо сворачивать, человеку из Латвии надо уезжать. Мы помним скандал, который был в начале 2019 года Русским Союзом Латвии. Помнишь, им все банки в Латвии отказались открыть счёт. И таким образом… Они, по-моему, открыли в Литве что-то в этом? Они открыли счёт так называемой ПСР. ПСР – это не совсем банк, это преддверие банка, это называется максимум и эстады, то есть платёжное учреждение, которое осуществляет платежи клиентов. Они открыли, а им отказались сюда перечислить бюджетные деньги полагающейся партии, которая участвовала в выборах и получила больше, чем 2% голосов. Круг замкнулся. Да, круг замкнулся. То есть это проблема проблем. Вторая проблема, связанная с банками, мы потеряли очередной банк ПНБ, это бывший Норвегбанк, во главе господином Гусиньков, который в начале 2019 года и ещё даже в 2018 году обвинял бывшего президента Банка Латвии о всех смертных грехах и рассказывал, насколько он плохой. А ситуация оказалась прямо противоположной. Плохим-то оказался он сам. Да, он довёл банк до состояния неплатёжеспособности. И банк вынуждены были закрыть, остановить действие в его лицензии. Ну, понятное дело, в выигрыше оказался другой банк, известный банк, опять оказался в выигрыше Цитаделла Банк, которому доверили, как самому честному порядочному банку, доверили выплачивать деньги вкладчиков. Ну и, понятное дело, большинство людей, которые имели счёт в закрытом ПМБ банке, они соглашались на открытие нового счёта в том же Цитаделла Банке. Это как бы вторая ситуация, то, что с финансовой системой, с банками. Ну и третье. Ты помнишь, как раз накануне Рождества у нас изменили закон о Банке Латвии, сократили сроки полномочий президента Банка Латвии, и в связи с этим произвели выборы нового президента Банка Латвии. Мартинч Казакс возглавит. Да, Мартинч Казакс, достаточно известный экономист, который поработал экономистом главным почти во всех латвийских банках. То есть он побегал по банкам, как профессионал, побегал его услугами, пользуясь все банки. Я против него, как человека, возможно, профессионала-экономиста, ничего не имею. Но меня насторожает одна вещь. Мы избрали президентом Банка не банкиром. Мы избрали человека, который работал только на должности экономиста. Насколько это разумно? Ты не слышал еще об этом, как бы, о реакции Центробанка Европы? Еще пока нет. Я думаю, что мы еще не получили ответ от Центробанка Европы. Устроит ли Центробанк Европы такой член Совета Центробанка Европы? Потому что это же автоматически человек, который заседает вот в этом Центробанке, во Франкфурте, где обсуждаются все вопросы, связанные с зоной евро. Зона евро. И плюс вопрос, человек, который... Почему я обдела акцент? Избрали не банкиры. Это очень существенная вещь, потому что банкиры – это люди с определенной системой мышления. Вот пока Ремшевич был остранен, его место во Франкфурте занимала его заместитель. Женщина. Но она всю жизнь проработала в сфере банков. И она банкир. Человек со специальным мышлением. Плюс сейчас опять-таки готовится, как вот было провозглашено, на тот же наезд на Банк Латвии. Будут сокращать численность Банка Латвии. Но при этом никто не обращает внимания, что Банк Латвии, в отличие от других центробанков других стран, в том числе Швеции, то есть основание для причины сокращения персонала Банка Латвии – это высокая численность, что она больше, чем в Банке Швеции. Правда, с маленькой разницей. Банк Латвии работает как реальный банк и сам себе зарабатывает деньги на финансовом рынке. И таким образом уплачивает бюджет не только налоги, зарплаты и так далее, не с денег, которые выделил бюджет, а с заработанных денег. И плюс еще платит бюджет регулярно дивиденды. То есть, таким образом… То есть, это прибыльная организация. Совершенно верно. Причем хорошая прибыльная организация. Я не боюсь назвать, мне называли цифры, но я боюсь повторить, потому что могла неправильно запомнить. То есть, вот господину премьер-министру, президент-министру правильно говорить, ему надо было бы об этом задуматься. Потому что среди кандидатов, которые были, была, мне кажется, более достойная кандидатура, более известная в финансовых кругах и известная в Европе – это госпожа Штейнбука. То есть, она больше подошла бы на эту роль главного банкира Латвии, потому что у нее был опыт. Но избрали господина Казакса, и мы сейчас подождем, как на это реагирует Совет Центробанк Европы. С другой стороны, точно так же не совсем профессионалы избрали во главе ФУКТЭКа – Финансчу Терегус Капитал Комиссии. Избрали человека, который никогда не имел функций, обязанностей по выполнению процедур проверки. Она работала в каком-то цитаделле банке, но она, во-первых, не достигла уровня банкира, то есть, нет мышления банкира, еще не выработанное. Во-вторых, она никогда не работала в системе внутреннего контроля банка. А это важно, да? Конечно. Если ты не работал, человек, который работает в системе внутреннего контроля любой системы, в данном случае банковской системы, там есть свои жесткие стандарты международные. И ФУКТЭК должен, руководители ФУКТЭКа, работники должны четко понимать, как работает система внутреннего контроля, потому что проверку они могут осуществлять только на основании проверки данных системы внутреннего контроля, добавляя элементы системы внешнего контроля за работой банка. То есть, мы опять туда избрали непрофессионалов. Зачем, почему, непонятно. Я уж не говорю о том, что, да, хорошая идея и правильная идея, ФУКТЭК присоединить к Банку Латвии. Наверное, правильно. Да, но как тут недавно посмеялись, когда его от Банка Латвии отделяли, там было 40 человек, а назад приходит чуть ли не 240. Да, то есть... Очень интересно. Интересно, да. То есть, это сокращение Банка Латвии, когда в результате получится еще больше сотрудников. Ну, то, что... А что будет, я понимаю, что тяжело делать такие прогнозы, а что вообще будет с банковской системой, с учетом того, что мы знаем, что в прошлом году капитальный ремонт привел к тому, что почти 12 миллиардов нерезидентских денег ушло, фактически нерезидентского банковского бизнеса больше нет. А как будет банки вообще выживать в этой ситуации? Ведь жители Латвии столько, сколько их есть. Мы это узнаем не раньше февраля. В феврале Фуктык опубликует квартальную отчетность банковской системы Латвии, тогда мы за четвертый квартал, тогда можно будет посмотреть. И делать какие-то выводы. Да, но у банков есть четыре функции. Первая функция банка – выполнение расчетов клиентов, вот ПСР выполняет эту расчетную систему. Вторая функция – выдавать кредиты за счет собственных средств клиентам. Третья функция – привлекать свободные деньги клиентов депозиты, чтобы расширять возможности кредитования. И четвертая функция – зарабатывание на финансовом рынке. Вот эти две последние функции – работа на финансовом рынке и привлечение свободных денег клиентов к депозитам латвийским банкам, по сути дела, будут обрезаны. Это означает, что если они останутся только как расчетная система и как выдача кредитов, но для выдачи кредитов нужны свободные деньги собственные, которых у банков не хватает. То, по сути дела, это означает, что банкам придется резко сокращаться, ужиматься в административных расходах. Почему? Потому что самое дорогое в банках – это система контроля за расчетами. Не даже сколько выводишь кредитов, сколько за расчетами. То есть, комплайнс, так называемый. Да, бок офис и так далее. То есть, это система контроля. Вот ПСР эту проблему решила с использованием технологии блокчейнджа и так далее. То есть, за счет этого они такие дешевые, они могут работать практически без офиса. Они первый офис открыли в Литве. То есть, это то, что у нас финансовая сфера. Плюс в рамках того, что происходит, можно ожидать резкое сокращение денежного потока уже по бизнесу Латвии. Почему? Потому что подрубается сух, на котором сидела экономика Латвии, это называется транзитный бизнес. То есть, транзитный бизнес ждет сокращения. Значит, денежные потоки, обслуживающие транзитный бизнес будут сокращаться. Вторую ногу подрубили вот этой последней непонятной ситуации с объявлением странным лицом. Санкциями господина Лембергса и связанной с ним компаниями. Вот эта государственная чехарда и лихорадка по перенятию Венспилского и Рижского. В результате Венспилса создали две организации одновременно с дублирующими функциями. Да, Венспилского и Рижского свободного портов. Это опять-таки на фоне сокращения транзита. Именно транзиты через порты. И перенятие вот этих структур, оно тоже не будет способствовать финансовой стабильности государства. То есть, получение доходов. Это то, что мы имеем как таковое. Рассказы о росте заработной платы, но они существуют давно. Как мне тут рассказали на конференции в Банке Латвии, была конференция, то есть о бедности, как с ней бороться. Докладчикам задавали вопрос, вот вы ссылаетесь на этот коэффициент Джуна, сколько же он есть. Назвать они не смогли. Я говорю, а что там разбираться? Для того, чтобы выяснить, сколько у нас бедных, насколько у нас велик разрыв между богатыми и бедными. Да, Джуни коэффициент, да. Он тяжело считается, его с большим запозданием ЦСУ выдает. Там можно зайти на сайт ЦСУ, там его получить. Но для того, чтобы увидеть разрыв в доходах, достаточно просто зайти на тот же сайт ЦСУ. Стат управления, короче. Да, ЦСУ сдать и посмотреть у них статистику зарплаты. Уровня зарплаты и распределение людей по уровню зарплаты. Тогда мы увидим, что, условно говоря, 10 человек с зарплатой в 100 тысяч и 100 тысяч человек с зарплатой с минимальной. Вот наш рост заработной платы. Вот наша налоговая база, да. Да, налоговая база, наш разрыв и так далее. Плюс третий или четвертый, наверное, четвертый год уже я говорю о том, что наш любимый показатель валовый внутренний продукт, его рост обеспечивается за счет увеличения заработной платы в бюджетном секторе экономики. Там, где автоматически в госаппарате увеличиваются зарплаты в связи с тем, что в предыдущем году выросла средняя заработная плата. Да, то есть как бы средняя зарплата по больнице выросла, поэтому мы должны зарплату госаппарата увеличить, чтобы опять в следующем году средняя зарплата по больнице выросла, и мы опять увеличим им зарплату. Это замкнутый круг, который, я думаю, что все-таки правительству Каренща придется разорвать. Ну что ж, посмотрим. Но если мы говорим о позитиве, теперь можно в соответствии с законом с этого года наследовать пенсию второго уровня. Что здесь можно сказать? Ну, с этой идеей носились и лоббировали эту идею те финансовые компании, которые занимаются управлением этими деньгами. Напомню слушателям, вот этот второй пенсионный уровень или фондированные пенсии, они формируются и формировались до сих пор за счет части социальных платежей, которые из бюджета перечислялись, выбранную вами компанию по управлению вашими деньгами второго уровня, так называемой фондированной пенсии. Платеж составлял 6% пунктов. То есть начинали с одного... Да, перечисляясь со своей социального налога. Не мы, а за нас госбюджет, специальный бюджет, 6% пунктов, из части, которая шла на пенсии, а на пенсии идет не меньше, чем 20% пунктов, а общий платеж составляет 35,09%, было 34,09%, стало 35%. 1% пункт уходит на медицину, а оставшиеся делятся минимум 20% пунктов, уходит на пенсию, но обычно 21 с чем-то. И 6% пунктов из этих 21 с чем-то уходит на второй фондированный уровень пенсии. То есть это было чистое лоббирование, но так как с этими пенсионными планами, с ними ситуация разная, есть которые выходили на ноль, есть которые выходили с убытками, есть которые выходили на прибыль. И каждый человек может посмотреть, каков результат его накоплений на этом втором пенсионном уровне фондированной пенсии. Для этого достаточно зайти на сайт Latvia.lv и там найти соответствующую информацию, она выдается, она есть. Значит, что дальше происходило? До сих пор все было очень просто. Человек достигает пенсионного возраста, и деньги, которые были на втором пенсионном уровне, они поступали автоматом в бюджет. Или же человеку предлагали их не перечислять в бюджет для того, чтобы включить пенсионный капитал, а оставить тоже как финансовое накопление, по которым якобы будут платиться проценты. Но забывали добавить, что по этим процентам и по этому доходу, если он выбирается, по нему платится полный налог, подоходный налог с населения. Теперь предложили, что если человек может написать завещание, и если он не достиг пенсионного возраста, то это его сумма пенсии будет, накопленные вот эти отфондированные суммы будут наследоваться, переходить в наследство наследников. Или если решение о наследстве не будет указан наследник, то эти деньги будут поступать, как сейчас определили, специальный подбюджет, социального бюджета, из которого выплачиваются пенсии по случаю потери кормильца. Так. Вот. То есть это всё как бы позитивно. Но в этой бочке мёда есть маленькая ложечка дёгтя. Как же без этого, да? Ну да. Я когда её обнаружила, я просто смеялась, потом начала капать дальше и так далее. То есть сначала были внесены изменения в закон о фондируемых пенсиях, а потом были внесены изменения в закон о социальных платежах. То есть закон, который определяет, как эти социальные платежи используются. И в этом законе, в соответствующей статье, в первой части написано, что фондируемые пенсии, вот это второй пенсионуры, формируются за счёт социальных платежей физических лиц. А во второй части записано, что из государственного бюджета нельзя делать платежи на второй пенсионный уровень на фондируемые пенсии. Понятно. И я так почитала, и в итоге в стопоре оказалось. То есть с одной стороны, второй пенсионный уровень фондируемые пенсии формируются за счёт социальных платежей, которые мы в полном объёме платим государству. Как я сказала, 34,09%, да, и 6% пунктов этой суммы уходило на фондируемые пенсии. Но вторым пунктом написано, что платежи делать на фондируемые пенсии из второго, из государственного бюджета нельзя. Как это понять? Я не знаю. Вот мы с тобой, Абек, не должны были быть участниками этого второго пенсионного уровня. Мы могли это делать добровольно, в силу возраста. А всё новое поколение, вступая в трудоспособный возраст, начиная, получая налоговую книжку, человек обязан выбрать в обязательном порядке, он должен выбрать пенсионный план, куда будут делаться платежи на второй пенсионный уровень и на эту фондируемую пенсию, так называемую. То есть второй пенсионный уровень или фондируемая пенсия. Как с ними будет сейчас? Ответа нет. Сначала, когда я первое раз прочитала это замечание, я думала, что государство сделало ограничение. Почему? Потому что сегодня на мировом финансовом рынке у нас депозиты идут с негативным процентом. То есть человек ничего не получает сверху и так далее. То есть получается, что нельзя заработать. То есть смысл какой? Нельзя заработать. Нельзя заработать, да. А теперь, когда я сложила дважды два, получается, что туда нельзя делать платежи. Интересно. Евгений Зайцев, у нас в студии, прервемся буквально пару минут на рекламу, потом вернемся, поговорим об этом и не только об этом. Не переключайтесь. Добрый вечер еще раз. Евгений Зайцев, у нас в студии, известный экономист. Мы обсуждаем итоги прошлого года, перекидывая мостик, конечно, на год наступивший. Вот, конечно, в прошлом году много копий сломалось вокруг медиков. Самое, наверное, было возмутительное то, что был принят закон, который потом правительство ЕСЕМ сказало, нет, ну, этот закон нам не нравится, мы его исполнять не будем. Вот какие могут быть последствия? Потому что, ну, профсоюз медиков там долго чего-то угрожал. Что вообще можно ожидать? Какие могут быть последствия? В том числе и для пациентов, наверное. Ну, последствия очень простые. А все эти пляски вокруг зарплаты медиков ничего хорошего не обеспечивают. Проблема глубже и шире. Проблема заключается в том, что у нас то, что мы имеем в виду под названием медицина, оно... Ну, суррогат советской платной медицины одновременно. Советской частной платной медицины. То есть все это реорганизовывалось, преобразовывалось. Особенно больницы. А параллельно рядышком возникали частные клиники. Да? Я не говорю об уровне обслуживания там и так далее. Причем они не просто там на коленках сегодня работают. Они имеют такое же, даже лучшее современное оборудование, чем в государственных клиниках. Имеют хорошие специалисты. Но там нужно платить, да? Там нужно. И нужно уже признается. Я говорила, что по моим оценкам 50, но уже говорят, открыто говорят, что 40-50% стоимости медицинского обслуживания в Атавии проплачивают человеком из собственного кармана. Это очень много. Это очень много. Система страховой медицины так не была создана. Она была создана, перекручена и так далее. Но самая главная проблема – это проблема системы организации, распределения денег, которые выделяются на медицину. Эти деньги распределяются неправильно. Все распределение находится в руках национал-веселеп-центра, который информацию скрывает, который не хочет, не хочет, реально не хочет пересматривать систему. Почему? Потому что сегодняшние новые технологии, они позволяют легко это сделать. Очень много, так называемых, бесплатных квот пропадает, потому что люди не приходят. Записываются и не приходят. Да, слишком долго ждать. Потому что ты не можешь ждать со сломанной ногой полгода, пока тебе ее будут ремонтировать, реабилитировать и так далее. Но это такой утрирный пример. Вот здесь нужна серьезная. Пересмотр и так далее. Пересмотр жестокий. Обрубание всех корней. Но это резать по-живому. Да, у нас, к сожалению, вся система управления, она, ну так скажем, родственная друг с другом. И если где-то что-то резать, а резать здесь нужно по-живому и так далее, это вопрос вопросов. И мало ли кто, но это решится. У меня есть маленькая надежда. Может быть, господин Каренч, как человек, который вырос и формировался в другой среде, может осмелиться на это. Потому что, опять-таки, у него будут большущие проблемы с деньгами. Они у него уже есть. Да? А по итогам 2019 года есть проблемы. И хочет, не хочет, но ему придется как-то это решать. Если мы медицину не порежем, эту жирную корову под названием клинические больницы, если мы не преобразуем эту систему, не обрежем жирные зарплаты администрации этих двух больниц, то мы ничего не достигнем. Ну, вот сами представители больниц говорят о том, что нас уже постоянно, как они говорят, аудитировали. Аудиты на аудите. И что вы еще от нас хотите? Я могу сказать проще. Я имела опыт участия в разборке результатов так называемого функционального аудита времен господина Успеха, господина Домровского. Это была история успеха, да? Да. В переводе на простой язык это была порнография, видимость каких-то действий. Почему? Потому что, когда делает саудит, сначала выстраивается система оценки факторов риска, цели и так далее. Это выстраивается в пирамиду. А эта пирамида выстроена не была. То есть, она пустую, да? Да. То есть, одна и та же задача, названная иначе, чуть-чуть, на нее выделяются деньги, как на две задачи. То есть, со стороны человека было видно, человеку с нормальным логическим мышлением было видно, что идет дублирование функций, дублирование задач и так далее. И информацию, которую предоставляли министерства, и тогда начальница канцелярии была довольна, когда я была, потому что я помогала ей гнобить тех, кто ее не устраивал. Потому что я всегда задаю неудобные вопросы. А когда я задавала неудобные вопросы тем, где она не хотела, то меня как бы просили помолчать. То есть, об этом идет речь, да? У нас во всех госструктурах полное дублирование функций. Полностью дублируются функции, обязанности людей и так далее. Но резать по живому никто пока не готов. Но придется. Я по этому поводу хотела сказать очень простые вещи. У нас постоянный дефицит госбюджета. И покрываем этот дефицит госбюджета, как правило, внешними займами. Внешними займами государства растет государственный долг. И при этом рассказывают, вот сейчас подняли зарплату медикам, не могут поднять зарплату учителям, рассказывая почему. Какой главный аргумент? Нет денег. Мы не можем для этих целей брать деньги взаимы. Да, ну естественно. Это же увеличение государственного долга, дефицита, да. Но просите меня, ребята, а может быть мы начнем говорить правду? Деньги взаимы берутся не на медицину, не на дороги, не на учебное заведение, не на школы. Деньги берутся взаимы на содержание госаппарата. Вот сумма содержания госаппарата… Это и есть деньги взаимы, да? Это и есть, если чисто математически взять, это и есть деньги взаимы. Почему? Достаточно, я делала анализ и смотрела, сколько денег уплачивают автомобилисты. Видя этого эксплуатационного налога на транспорт. Не только, включая акциз на нефтепродукты и так далее. Да, то есть эти деньги, и половина от них не идет на дороги. Это правда. Не идет на дотации, на перевозку. Там 30 с чем-то процентов только идет на дороги. Даже еще, может быть, и меньше, да, там мы тоже смотреть, там от года в год меняется. Еврофонды используются на дороге, да, а вот прямые платежи автовладельцев на дороги не уходят. Дальше, тот же акцизный налог, у нас есть завредные продукты, алкоголь, табак, пиво. Если эти деньги посчитать, ну, 100% на медицину не хватит, но процентов 60 будет достаточно с этой суммы. Вот, уже. То есть медицина не живет в долг. Дальше у нас есть подоходный налог с населением. На что мы его платим? 20% идет в государственный бюджет. Люди его платят на что? На образование своих детей. Логично. То есть на школы. Да. И 80% то, что поступает в бюджет самоуправлений, тоже на инфраструктуру самоуправления и так далее. Тоже на те же школы. Да, на те же школы, на социальную помощь и так далее. Дальше мы платим несчастный подоходный налог с предприятия. Любимый налог на банную стоимость, любимый ПВН. Мы же его платим за что? За продукты, в том числе за покупку вредных продуктов. Ребята, давайте его отдадим на медицину частично. У нас есть налог на природный ресурс. Проблема окружающей среды. Давайте закроем залез пункт, систему так называемых льгот по налогу на банный ресурс. Там бабки просто отмываются, просто тратятся. И нормальный предприниматель делает как? Если налог на природный ресурс в бюджет надо платить, будет 100 евро. А если я подпишу договор за залез пункт, я плачу только 20 евро. Естественно, я буду платить 20 евро. А где 80 евро? Государство потеряло. А залез пункт направляет это на проекты по защите окружающей среды? Да нет, конечно. Вот они деньги. И что остается? Армия нужна, полиция нужна. Здесь я не возражаю. Вопрос другой. Сколько на армию мы можем позволить себе отдать? И что мы под этим имеем в виду? Насколько нам нужны танки? Танки это не решение проблемы сегодня. Один удар и танка нет. Может быть стоит подумать о чем-то другом? О вложении в люди. Вложение в гражданскую оборону. Вложение в ту же медицину, которая связана с катастрофическими ситуациями. Скорая помощь, оказание первой медицинской помощи, обучение людей и так далее. Физическое воспитание, физическое здоровье населения, школьников и тому подобные вещи. Там же целый пласт проблем открывается сразу же. Да, но это то, на что я готова потратить. Это все проблемы обороны, это проблемы армии. Ведь армия это в первую очередь люди. Да, но вот это тоже, продолжая эту тему, бюджет 2020, который вот так быстренько приняли, даже ограничили дебаты оппозиции, он на самом деле ведь это не бюджет развития? Нет, конечно. Это просто собранный бюджет, который сведен с дефицитом так скромненько в 107 миллионов. Но это общий дефицит. А если, как говорил небезызвестный Михаил Сергеевич, углубится, а у нас государственный бюджет стоит из двух частей, и государственный и основной бюджет, и государственный и специальный, или как мы говорим, социальный бюджет. Так государственный и основной имеет дефицит 300 с лишним миллионов, 340 по-моему. А социальный бюджет имеет профицит на 200 с лишним. Вот результаты. Получили 107, минусом только. А на самом деле это государственный бюджет довольно дефицитный получается? Конечно. Потому что мы содержим госаппарат. Если разделить содержание госаппарата на налоговые поступления, то это 40 центов с каждого евро. С каждого евро налог, который мы оплатили. Я уж не говорю о том, что сам прогноз доходов завышен. Да. Вот хоть не могу не задать такой вопрос, он, конечно, относится к следующему году, но обсуждать-то, принимать решение будет как раз в наступившем году. Уже правительство нам пригрозило, что будет новая налоговая система, налоговые ставки новые. Вообще, что можно ожидать? Я понимаю, что мы сейчас гадаем на кофейной гуще, но, в принципе, у нас не так много вариантов. Что вообще можно ожидать? Какие есть инструменты у правительства? Ну, понятно, что акциз на топливо и алкоголь, это мы понимаем, это всегда дежурные. И на азартные игры это понятно. Что еще? Нет, но это уже в этом году включили. Это уже да. То есть, отключаются инфляции и так далее, вот цены на топливо уже с 1 января подскочили, акциз будет с 1 марта на алкоголь увеличен. В результате это все отразится. Мы теряем приграничную торговлю, эстонцы, финны к нам больше не поедут, хотя это достаточно хорошая позиция была, надо уметь зарабатывать деньги везде, где зарабатывать. Но проблема такая, что почти за 30 лет наше правительство не научилось зарабатывать деньги, она научилась только их тратить. И уже звучат мысли и так далее. Специалисты Министерства финансов наконец поняли, что второй год работает налоговая реформа, да, 18-й год был и 19-й. И второй год государство уже четко недополучает подоходный налог с предприятия. О том, что его не будет в том объеме, в котором он был, а в 17-м году это было 400 с лишним миллионов дохода бюджета. На 18-й год было запланировано 240-260 миллионов. Получили 200 миллионов. На этот год было запланировано 201 миллион. На сегодня получили только 39 миллионов. Да? На следующий год запланировано 260 миллионов. Хорошо, если миллионов 20-30, но может быть 40 получат. Причина очень простая. Мы размахивали шашкой, хотим систему налогообложения бизнеса, как в Эстонии. Окей, ребята. Но сразу, я сразу об этом говорила и предупреждала. Это означает, что не будет подоходного налога с предприятий. То есть в бюджете образовалась дыра на 400 миллионов. План закрывают и вот на 200. То есть если мы имеем дефицит государственного основного бюджета на 340 миллионов, добавим 260, ну не 260, допустим 220 недоборов подоходного налогоспредприятия. Вот тебе полмиллиарда в общей сложности. Значит придется где-то что-то сокращать. Закрыть эту дырку с подоходным налогом с предприятия. Она закроется сама не раньше, чем через 5-7 лет после введения этой схемы. То есть с 2018 года, 5-7 лет, это конец 20-х годов. Где-то 28-й год, может быть 29-й. 100% можно ожидать, что дырка закроется. Не раньше. Это чисто схема. Вариант номер какой? Отказаться от этой схемы. То есть, господа, мы вам обещали, что мы больше прибыль налогом облагать не будем. Только в случае, если вы прибыль забираете с предприятия, то есть не вкладываете ее в развитие. Уссерия успеха, новая история успеха, о которой говорит правительство, это развитие экономики. Развитие экономики, для ему нужны деньги. Деньги можно брать в банках, но банки деньги под оборот не дают. Значит можно что? Можно стимулировать бизнес, чтобы он деньги из оборота не изымал. Деньги из оборота изымаются в виде дивидендов. Поэтому, если вы изымаете деньги из оборота, изволите из дивидендов платить подоходный налог с предприятия. Окей? Да? Разницу мы уже слышали. Слышали, да. Вот к чему это привело. Значит, у господина Каренща вариант какой? Сказать, ребята, шамы ошиблись, давайте с 2021 года вы будете опять платить налог на прибыль. Ну это как-то было бы странно, да. Ну один только такой вариант. Хорошо, а вот налог, что волнует практически все жители, налог на недвижимость. Ведь там тоже собирается пересматривать кадастровую стоимость как раз с 2021 года, предложить какую-то новую модель. Нет, ну давайте разделим. Налог на недвижимость, он уплачивается с кадастровой стоимостью, которая раз в 5 лет пересматривается. Почему по своей сути кадастровая стоимость, она должна отражать динамику рыночных цен. Вопрос другой. Там целая система коэффициентов, и можно работать с этими коэффициентами. Чуть больше, чуть меньше изменить, да. Сделать коррекцию, как об этом говорили, о том, что необходимо сделать коррекцию, что из-за того, что в каком-то старом квартале построили новый бизнес-объект, подросла кадастровая стоимость всех старых строений. Соответственно, подрос налог на все строения. Сейчас сказали, что эту ошибку, эта принципиальная ошибка, ее будут исправлять. Да. Что в зависимости от срока постройки будет введен дополнительный коэффициент, связанный с годом постройки создания строения. Есть определенная логика, да. В этом есть, она абсолютно правильная. Вот эти популистские предложения, отменить налог на единственное жилье, очень активно обсуждается, но сделать этого нельзя. Если в Латвии будет отменен налог на единственное жилье владельца недвижимости, то наше самоуправление будут, все самоуправления Латвии будут обанкрочены. Почему? Потому что налог на недвижимость – это второй источник финансирования самоуправления. Первый – это подоходный налог с населения, 80% от этой суммы, а второй – 100% от налога на недвижимость. Это серьезная статья доходов вообще. Но она серьезная. Почему они будут банкроты? Почему? Потому что 90, наверное, процентов, если не больше процентов владельцев недвижимости, владеет одной недвижимостью, в которой продолжает жить. То есть если мы… Это в основном советская недвижимость, мы же понимаем. Да, совершенно верно. То есть людей заставили, приватизировать недвижимость. Мы исказили сферу экономики управления недвижимостью. Да, она была не рыночная совсем, да. Нет. Когда вводили сертификаты, и когда предложили приватизировать единственное жилье, которым ты жил, за сертификаты, в рамках политической нестабильности, которая была тогда, это 92-й, 93-й, 95-й годы, люди схватились за что-то, люди боялись оказаться на улице. В рамках рыночной перестройки, кидалово, политических проблем. Их можно понять. Гражданство, негражданство и так далее. И сегодня мы имеем искаженный сектор недвижимости, искаженный сектор экономики. Потому что нормальный сектор недвижимости предусматривает, что недвижимость принадлежит людям, которые могут ее содержать. И в этой сфере преобладает не постройка новой недвижимости на продажу, а преобладает сдача в аренду. И основной доход имеют те, кто имеют недвижимость, сдающуюся в аренду. Но у нас вся система и кредитования недвижимости, она построена на быстрый. Построил, слепил дом, продал. Навар снял и забыл. А спроса-то на это нет. Такие кредиты выдать не могут. Меня убивает. Я слушаю, когда этих представителей риэлтовских компаний, которые рассказывают, что здесь цена подросла, спрос подрос и так далее. У нас один тут недавно выступал, рассказывает, мы так мало строим жилья, чем литовцы и эстонцы. Мы так мало строим жилья, что у нас не можем обеспечить спрос. Так пойдите посмотреть, сколько пустующих домов. Совершенно верно. О чем они говорят? Да, потому что у нас нет спроса на личное жилье. У нас есть спрос на арендованное. Причем арендованное относительно дешевое. У нас есть как бы сегмент рынка на дешевый спрос, на аренду и дешевое жилье, и на элитное жилье. А вот то, что строит середка наполовинку, оно никому не нужно. Это все пустует. Нет, эти дома, проекты все пустуют. Я всегда говорю, в самые жирные годы, когда все это было, создавали новый проект. Его заканчивали строить. В нем в момент максимальный объем продаж был 75%. Уже. В момент, да. Только максимум. Больше не удавалось продать. 25% оставалось пустыми. Но из этих 75%, 25% были спекулятивные. То есть реально покупалось 50% этого жилья. А теперь мы можем себе представить. Я не знаю. И вот я хожу, дома пустые все, которые построены в центре города. Это же не обманешь, да. Можно рассказывать все, что угодно. Я не понимаю только одно. Меня зовут простой вопрос клиент иногда. А почему банки это финансируют? Они когда выдают, на это кредиты. И здесь я задаю глупый вопрос. Господа из КНАБа, господа из финансовой разведки. У нас есть такая структура, в которую мы должны наносить осомнительные сделки и так далее. Господа, обратите внимание. Вот на этот сегмент, вот это явно признаки сомнительных сделок в теневой экономике. Почему банк финансирует изначально нереализуемый проект? То есть стоят пустые эти объекты. Дом построен, он построен на кредитные ресурсы. И он не продается. Его нельзя продать. Что банк не знает с историей успеха с 2005 года банки не научились различать? Можно продать эту недвижимость или нельзя? Я не понимаю. Причем этим занимаются кто? Крупнейшие банки. СЭП, СВЭД, не знаю, насколько там участвуют сейчас, Цитаделла, после истории с Параксом. Бапоста. Вот туда, ребята, посмотрите. Вот там явно отмывка денег происходит. Интересный вопрос. Очень удобно. Закапывание денег в землю, это всегда была классическая схема отмывки денег. То есть это классика экономики, которую еще меня в советское время учили. Ничего не изменилось с тех пор. Да ничего, экономика, она вся одинаковая, только у нее бывает политическая настройка разная. И вопрос такой, насколько ты владеешь элементами анализа без этих индексированных показателей, типа ВВП и прочего. Да, это очень хороший вопрос в завершении нашего эфира. Такой вам повис может быть в воздухе, но мы на него и не должны отвечать. Для этого есть другие капитеты органов. Евгения Зайцева у нас была в студии, и большое спасибо. До свидания.